Сейчас я держу в руках кусок каменной плиты. Вот то, что на ней мы можем увидеть, языком палеонтологов, называется винегретом. Вот красным карандашом обозначены места, где отпечатались трилобиты. Ну, простому человеку этого счастья не понять, а вот палеонтологи такой находке были очень рады. Трилобиты. Представьте, только вместо мозга у них желудок. А с виду они вообще похожи на макруш. Поиском этих морских существ, вернее их окаменелостей, до сих пор занимаются палеонтологи. И это при том, что вымерли трилобиты далеко не вчера, а 250 миллионов лет назад. Находят их уже в карьерах, где у нас раньше были моря. Близи нас это Кемеровская область, Новосибирск, ну, самый ближайший к нам, да, от Барнула, это Искитим, Искитимский район. На выставке, которая приехала к нам из Новосибирского краеведческого музея, примерно 50 на 50 процентов подлинников и, если можно так выразиться, репродукции с изображением трилобитов. Есть, кстати, аммониты, все они жили по соседству на дне морском. Организаторы выставки привезли в Барнау также несколько костей бизона, лошади, носорога и мамонта. Животных разделили по частям, а с помощью экскурсовода можно познакомиться с их строением. Вот эта часть у нас принадлежит мамонту, это четвертичный период. Хорошо, вот эта, ой, какая тяжелая, это что за часть мамонта? Это его зуб, в основном, в принципе, современный. В смысле, это один зуб? Это один зуб. Это фрагмент челюсти настоящий. Здесь отверстие для хобота. А сам хобот где? Все. По большому счету, палеонтологическая выставка редких окаменелостей на любителя и безграмотного рассказчика здесь будет скучно. Нам, например, было очень интересно. Добавим, что полюбоваться трилобитами можно еще несколько дней. 16 января выставка завершает свою работу. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжение следует.